Приехали вы из России, да, я так понимаю? Сейчас работаю, работаю на телевидении, что я приехала полностью одна. По финансам здесь, мне кажется, страна очень дорогая. Миллион за квартиру, трехкомнатную квартиру. И там 13 градусами днем, это вот сейчас июль середина. За килограмм помидоров будет, ну там, я не знаю, баксов 10. И то, где-то там кого-то застрелили. Да, Мария, здравствуйте. У вас сейчас, получается, рано утром, да, 8 утра? Да, у нас сейчас 8 утра только. Вы живете в каком городе? Живу в городе Олкланд уже почти 12 лет. Это Новая Зеландия. И уехали вы... Новая Зеландия, Олкланд, да. Уехали вы из России, да, я так понимаю? Уехала из России, из Магадана. Из холода, да, получается? Из холода. Ну да, я бы сказала, уехала из холода в тепло. Но тут такое, как, интересный климат, не назовешь прям супертропики тоже. Но да, по сравнению с Магаданом, уехала я в тепло. А почему уехали? Какая была причина? Уехала изначально именно просто учиться в университете здесь. Здесь выбрала страну, наверное, совершенно случайно, просто потому, что у меня папа сюда по работе ездил. Ему очень сильно понравилось. И вот он мне предложил в старшей школе, получается, уже после 10 класса съездить сюда как бы на курсы, на языковые. И мне очень понравилось. Потом поступило предложение попробовать в университете здесь. И я согласилась. А потом как-то так получилось, что уже и осталось. Папа ездил по работе. Это что за работа такая, что с Новозеландией командировкой? Ну это он просто занимается в сфере кораблестроения. И то есть они часто путешествуют там по миру. В основном в Азию. Ну вот так получилось, что в каком-то году они там ездили сюда. И судьба, наверное, не знаю, потом я уже приехала. Вы приехали, и получается, что остались, да? То есть решили не возвращаться. Ну да, то есть я первые два курса университета, в принципе, была настроена, что я буду возвращаться в Россию. И то есть выбор университета у меня был, все падал на то, что как бы мне нужно было выбрать университет не любой, а тот, который по миру бы котировался, потому что я здесь не планировала изначально оставаться. Вот. Но потом на втором курсе университета у меня так закрутилось, что я устроилась на работу по специальности. Мне очень нравилось здесь. И я, в принципе, стала уже рассматривать вариант, как остаться в стране. А почему хотели вернуться все-таки? Из-за того, что там родители, или какая причина была? Ну да, я думаю, что как-то почему-то тогда я не задумывалась о каких-то там глобальных, там, я не знаю, системе, соцсистеме, там, допустим, политике. Я как-то не думала. У меня больше вода, то, что у меня там была семья, друзья. И это, конечно, все равно держало, потому что очень тяжело, когда вначале приезжаешь в страну. И первые два года у меня где-то была такая жесткая психологическая адаптация, когда я очень скучала, постоянно на телефонах была со всеми родными, друзьями. То есть, и как бы это, в принципе, и держало то, что хотелось обратно вернуться. Сейчас ты работаешь? Чем ты занимаешься? Сейчас работаю. Работаю на телевидении. То есть, ну, в принципе, вот по специальности, как я отучилась на телевидении, медиа. Вот работаю в этой сфере уже более семи лет. Мне, в принципе, все нравится. Но сейчас я еще дополнительно получаю дополнительное образование в сфере цифрового маркетинга. То есть... А что ты делаешь на телевидении? Да, впереди. Что ты делаешь на телевидении? На телевидении я делаю трансляции. То есть, я как бы слежу. У меня всегда это очень сложно дается описать именно на русском. Но я так понимаю, что моя роль на русском называется программный продюсер. То есть, я занимаюсь именно плейлистами, передач на канале. Слежу за тем, чтобы все рекламы были, проиграли вовремя. То есть, ну, я не на камеру работаю. Я работаю больше именно в программном направлении. Ты хотела бы работать... То, что в эфире, контролирую, чтобы оно все было как бы по плану, все было правильно вовремя. А ты хотела бы работать и ведущей? Или это очень сложно из-за акцента? Если честно, меня много раз, да, спрашивали, почему я не пошла именно в ведущей. Ну, изначально, да, изначально, как бы, я, когда даже об этом задумывалась именно в университете, то я не была уверена в своем именно английском, в чистоте. И мне, конечно, не казалось, что меня кто-то куда-то возьмет там с акцентом. Но, с другой стороны, здесь, в принципе, на телевидении более открыты. То есть, как бы, так как Новозеландия страна очень такая многонациональная, здесь намешано очень много народов, поэтому, как бы, здесь бы, может быть, и не было проблем именно с акцентом. Но я в какой-то момент просто поняла, что именно быть вот на камеру, сидеть, мне не очень интересно. Это не прям вот мое. То есть, мне больше нравится что-то. То есть, я пару лет работала, прежде чем в трансляции пришла, я работала именно в продакшене. То есть, я ездила по съемкам, мы снимали спортивные события, то есть, я снимали в FIFA матчи, футбольные всякие, регби. И мне это очень нравится. Мне вот эта вот движуха нравилась намного больше, чем вот быть перед камерой. А это какой-то региональный канал или это федеральный, на который там следует на всю Новую Зеландию? Я именно работаю на государственном канале. На данный момент работаю на двух каналах, которые именно занимаются скачками. То есть, там собачья бега и лошадиные скачки. То есть, у нас именно специализируются на вот этом. Канал спортивный, можно так сказать, да? Ну, вот этот именно конкретный канал скачек. То есть, вот он не весь спорт, он именно вот скачки. А, то есть, все целый день только о скачках? Только скачки. Причем, в основном прямой эфир. То есть, большую часть дня у нас прямой эфир со всего мира. То есть, там новозеландский, австралийский, Гонконг, Сингапур, Англия. То есть, я, в принципе, пока не начала там работать, я о скачках мало что знала. Потом, даже когда в Россию уже ездила, после того, как начала там работать, я как бы нашла и в России, что, оказывается, есть каналы скачек, оказывается, очень популярны. То есть, да, это... Интересно. Ну, да, но там скачки весь день. А скачки лошади или...? Лошади и собачьи бега. Ну, и как бы, и у нас еще много передач, именно, которые тоже все о вот о скачках, о наездниках, их истории. То есть, в принципе, все об этом. Окей. Хорошо, расскажи немножко о своей семье. У тебя есть муж или дети, или там, может быть, парень? Да, у меня есть муж. Муж у меня местный. У меня есть дочка. Она русскоговорящая. То есть, дочка у меня от предыдущего мужа, который... Он русский. Вот, дочка у меня русскоговорящая, но муж сейчас у меня англоговорящий. То есть, они там пытаются сейчас найти вместе общий язык. Он русский потихоньку учит. Дочка у меня как раз пошла недавно именно в англоговорящий садик. То есть, она сейчас английский усиленно. В принципе, так у нее начинает развиваться. Вот. Ну, и вот мы сейчас ожидаем пополнения буквально со дня на день. Супер. А ты имеешь... Местный, он в каком плане местный? Он родился в Новозеланде, или он... Он новозеландец, да. Он прям вот конкретный новозеландец. А так, если по поколениям посмотреть, откуда он... А у него корни, я так понимаю, ирландские есть. То есть, здесь очень много причем людей из Ирландии, Британии. И вот, да, вот у него в основном все его родственники уходят корнями туда, в Ирландию. Ну, вот вопрос. У тебя был первый муж русскоязычный, второй англоязычный. По менталитету тяжело. Говорят же, очень часто распадаются браки из-за того, что не находят общие интересы люди. Ну, вот, как бы, можно сказать, не зарекайся. Потому что я раньше была абсолютно... У меня все друзья были русские, все знакомые, все везде. То есть, я на английском общалась только на учебе или на работе где-то. И я всегда говорила, что нет, я никогда не смогу там быть вместе с кем-то, кто не нашего менталитета. Я прям русская, хоть здесь и живу, но я русская. Но мне кажется, ну, наверное, со временем как-то все меняется, взгляды меняются. Ну, и 12 лет это все-таки такой долгий срок здесь. Видимо, то есть, я думаю, что и мой менталитет, он уже где-то сейчас между. То есть, я и в Россию, когда приезжаю, я уже не чувствую себя, что я вот прям дома в России. То есть, мне непонятно многие какие-то вещи, отношения. Но и при этом здесь я тоже себя не чувствую, что я вот прям вообще полностью новозеландка. То есть, как бы, и мне кажется, из-за этого, когда у нас уже с мужем я разошлась с русским, то вот потом, когда начала встречаться с моим нынешним мужем, мне кажется, не знаю, у нас как-то было сразу вот такой коннект. Мне кажется, тут даже не от менталитета зависит, а от вот просто взгляда на жизнь. Вот у нас взгляды на жизнь совпали, мы были как-то в какой-то точке в такой, когда мы оба смотрели в одну сторону. И мне кажется, а сейчас именно по совместной жизни менталитет, ну, конечно, очень отличается. То есть, мужчины местные намного, мне кажется, то есть, если вот у русских мужчин есть такое, что вот там даже в хозяйстве я не буду там особо помогать, это все женское, там это то, то местные мужчины, они наоборот, они, во-первых, очень многие, так как они здесь есть такое понятие, что как бы в 18 лет ребенку исполнилось, и он в основном уже как бы уезжает из дома, выезжает, и живут в основном там, допустим, с какими-нибудь флетмейтами, да, то есть с соседями. Ты снимаешь с несколькими еще людьми там своего возраста, допустим, квартиру, потому что жилье дорогое, и я думаю, что это именно их учит самостоятельности, то есть они умеют и сами их хозяйство вести, они отвечают как бы сами за себя, не надо там как бы не то что нянчиться, но они не будут разделять обязанности на женские и мужские. То есть здесь каждый, здесь что женщины самостоятельные, самодостаточные, что мужчины, потому что все в основном проходят вот через вот эту фазу, когда школу закончил, и ты как бы идешь своей дорогой, родители как бы там помогают, не помогают у каждого по-своему, но в основном люди становятся самостоятельными. И мне кажется, это вот у них менталитет делает более таким как бы в быту, мне кажется, просто приспособленным, не надо никому ни над кем как бы сидеть там, что-то просить, упрашивать. Но для меня это была большая как бы такая дилемма, потому что да, вот с первым мужем у нас именно в совместной жизни не сошлось очень многое. Так бывает, да. Скажи, а муж, ну вот теперешный, чем занимается? С тобой работает на телевидении? Он работает, да, тоже на телевидении. Мы в принципе работаем в одной компании, он режиссер, так что да, мы как бы часто на работе. Еще угадал, угадал, что на работе познакомились. Да, мы на работе познакомились, причем познакомились мы, да, за, получается, до года 3-4 еще до того, как в итоге начали потом встречаться. Окей. Большая разница в возрасте у вас? Нет, у нас разница, кстати, в возрасте небольшая, у нас полтора года всего разница. Окей, хорошо. Но он русский не пытается учить? Вот он учит потихонечку, он даже вот иногда может, ну то есть вот с моей дочкой 4-летней, он может в принципе все базовые какие-то вот, когда он с ней остается, там покушать, там куда-то ее искупать, сводить, он может нормально по-русски это все. И даже с моими родителями в последнее время начал уже потихонечку по телефону, что-то там по-русски. Я веду, что, может быть, знаешь, бывает, что там приехал, а потом родственники приезжают, там мамы, папы, никого они больше не эмигрировали? Именно на переезд, да? Нет, у меня получилось, что я приехала полностью одна, и да, и у меня родители, сестра, у меня все в России, да. А почему они не хотят к тебе? Ну, они как бы не... да, то есть у меня сестра закончила школу только вот год назад, и она сюда приезжала, посмотрела, ей, конечно, я здесь не очень, то есть она поехала в итоге в Москву, потому что здесь ей показалось скучно, но здесь как бы, да, потому что Новозеландия, это такое, это, то есть если вы, допустим, любите что-то, такую прям мега какой-то busy life, там со всякими концертами, кучей всяких интересных там событий происходит, Новозеландия, конечно, в этом плане она очень спокойная, и многим, вот именно, да, многим молодежи здесь скучно, то есть они приезжают, посмотрят, говорят, да, сюда классно на каникулы съездить, отдохнуть, попутешествовать именно в плане в природном, природа здесь очень классная, но вот именно жить, вот моя сестра сказала, она говорит, не, я хочу студенческого движа там какого-то, то есть она говорит, здесь такого нету, и она в итоге, да, поехала в Москву, ну, да, родители у меня, они как бы, во-первых, тяжело переехать, то есть у нас сейчас в страну въезд, он еще до коронавируса был такой, они начали ограничивать уже въезд и по виду на жительство, то есть все, и как бы, а сейчас с коронавирусом вообще очень сложно, то есть у меня родители даже, в принципе, особо и не рассматривают это. Гражданка в Новозеландии или нет? Я гражданство, да, получила в этом году как раз. А легализовывалась ты, то есть через учебу, вид на жительство получила, потом по рабочей визе, да, наверное? Нет, у меня получилось, что я получила сначала вид на жительство именно через работу, то есть здесь через учебу, в принципе, невозможно получить вид на жительство, учеба гарантирует, вот год следующий после окончания учебы вам гарантируют визу, одногодичную, которая называется именно виза для поиска работы. То есть если вы работу не найдете, которая будет у вас там по специальности, именно работа, она постоянная, не какая-то там по контракту временному, потом она должна быть вот именно полный рабочий день, то есть там много критериев. Вот если вы находите работу, которая по такому критерию, то потом дальше вы через уже работодателя подаете либо, ну сначала вот я подавала просто на рабочую визу именно от работодателя, а потом если работодатель соглашается, то есть еще не все согласятся, если у работодателя есть связь с иммиграционной службой, то есть потому что некоторые компании, они просто не работают с иммиграционными службами, вот если они как бы это делают, то они вам могут помочь с видом на жительство, но там тоже нужно очень сильно попасть по критериям, то есть мне просто повезло в плане того, что я подавала через свою как раз вот эту компанию, в которой я сейчас работаю, это было уже давно, сколько лет, 6 назад получается, и я попала тогда под категорию, они назвали это, то есть категория сфер будущего роста, то есть и они туда телевидение, всю вот эту фильм индустрию внесли, что это сфера, которая будет развиваться в Новой Зеландии в будущем, и получается как бы они давали людям много шансов в этой сфере, и то есть мне повезло, я как бы туда попала, и через эту сферу я сделала, и мне дали как бы вид на жительство очень быстро, а потом уже все, там как только получаешь вид на жительство, через два года ты его обновляешь, и он становится постоянный, то есть первые два года у тебя есть еще условия, условия именно на въезд в страну, то есть ты как только получил его, ты в стране уже можешь, в принципе у тебя почти все права как у гражданина, но если ты выезжаешь из страны, то у тебя вот в этом первом именно виде на жительство есть дата, до которой ты должен въехать, то есть если ты не въехал обратно до этой даты, то как бы у тебя могут быть сложности потом с продлением, вот, а так потом через два года эту дату просто оттуда убирают, у тебя становится вид на жительство постоянный, и уже вот после получения постоянного вида на жительство, через три года ты можешь поддаваться на гражданство, но в стране при этом нужно жить. Дочка твоя родилась, она получает гражданство сразу по рождению? Да, дети получают гражданство по рождению, но при условии, что хотя бы один родитель у них именно с видом на жительство, то есть если оба родителя без вида на жительство, то ребенок гражданства тоже не получит, ребенок тоже все равно будет на визе. Понял. Русскоязычных много в Новой Зеландии? Да, если честно, прям очень много, даже мы сами порой удивляемся, то есть тут такая большая комьюнити русская, тут есть русская школа для детей, русские всякие кружки, то есть вот именно конкретно в Окленде особенно, здесь очень много прям русских, то есть здесь проводятся концерты, иногда ты приходишь на этот концерт, и там просто, ну, там не одна тысяча русских людей. Концерты русскоязычных певцов? Да, концерты, то есть местных, здесь русскоязычные как таковые сюда не приезжают именно с концертами, в основном в Австралию ездят, то есть всякие популярные русские группы, исполнители в основном приезжают в Австралию, и потом вот, да, все туда русской гурьбой дружно ездили раньше в Австралию на концерты. А у нас здесь теперь появилась там популярная группа, они, получается, русские, и делают каверы на русские популярные песни, там рок всякие, и они сейчас очень популярны, то есть они концерты собирают такие уже достаточно большие, вот на последние мы ходили, там, ну, там действительно было, ну, я думаю, как минимум две тысячи человек русских, то есть это было очень, так, очень масштабно смотрелось, потому что, в принципе, нигде не уверен, то есть я вот ходила с мужем, он, конечно, был в шоке, он говорит, я каждый раз поражаюсь, сколько здесь все-таки русских людей. Как называется группа? Группа называется Hit Pump. Окей, хорошо. Есть даже русские магазины с русскими продуктами, или не доплывают? Да. Есть? Русские магазины есть у нас, да, у нас есть русские пекарни, русские магазины, в принципе, мне кажется, русских можно найти в любой сфере, то есть у меня русский, там, я хожу в русский салон красоты, русская парикмахерская, у меня врач УЗИ всю беременность вел русский, то есть стоматолог русский, ну, то есть юристы, тут во всех сферах можно русского найти. А до Сиднея сколько лететь с Окленда на самолете? Если же, до Сиднея, я не знаю, до Мельбурна лететь 4 часа, мне кажется, что до Сиднея будет примерно, наверное, столько же. Окей. А Окленд это самый большой город, я так понимаю, в Новой Зеландии, правильно? Окленд, да, самый большой город в Новой Зеландии, но это не столица, потому что некоторые бывают путают, столица Веллингтон, но Окленд самый большой. А если тебе надо прилететь в Магадан, то ты как летишь туда? В Магадан я летаю, получается, в основном через Азию, то есть, либо это Корея, либо Китай. Получается, до Кореи 12 часов обычно отсюда лететь, и потом дальше пересаживаешься на самолет до Хабаровска или Владивостока, там, получается, еще 4 часа, и уже оттуда в Магадан. До Магадана, то есть, еще будет час-два. А прямой рейс в Москву есть из Новой Зеландии? Прямого рейса в Москву вроде как нет. Да, нету, еще пока нету. Есть из таких вот, чтобы самый прямо прямой был. Я летала, это именно, получается, Окленд-Дубай, это 18-часовой перелет, и потом уже из Дубая до Москвы. Но там из Дубая до Москвы 6 часов получается, по-моему, да. Окей. Да? Давай поговорим на тему доходов. Хватает ли на жизнь вообще? Как вот можно зарабатывать? Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить более-менее нормально? Доходы? Ну да, это вот такая тема. То есть, как сказать, по финансам здесь, мне кажется, страна очень дорогая. То есть, особенно, вот в Окленде жизнь здесь очень дорога. То есть, средний доход считается, я так понимаю, что сейчас они его сдвинули, то есть, вот где-то от 50 тысяч в год, ну вот на одного человека, это как бы средний доход считается. Но многие уже сейчас стали говорить, что, то есть, я говорю в местных долларах, чтобы понимать, примерно один новозеландский доллар сейчас по курсу в районе 52 рублей стоит. А если в доллары американские перевести, то примерно сколько? В долларах, по-моему, то есть, американский доллар, по-моему, это один новозеландский доллар, это 0,7, по-моему, американского. Ну хорошо. То есть, 50 тысяч? 50 тысяч новозеландских, сколько это будет? Наверное, тысяч 40, получается. Ну, окей, посчитаем потом. Примерно американский, да. Посчитают зрители. Вот, ну то есть, это считается средняя зарплата, но вот кому-то, то есть, это как бы зависит от того, где живешь, в каком городе, в каком регионе. Кому-то, да, кому-то это не средняя зарплата считается, кому-то это слишком низкая. Ну, то есть, как бы здесь такие проблемы именно в основном, что очень сильно дорого, это жилье. То есть, причем жилье, неважно, покупать или снимать, оно просто дорожает каждым годом, и очень многие люди именно стали уже уезжать из Новой Зеландии именно вот по причине того, что жилье здесь свое купить настолько сложно, что, то есть, если брать, допустим, опять же, в сравнении с Россией, то есть, в России очень высокие именно проценты на ипотеку, я так понимаю, здесь проценты на ипотеку могут быть низкие, то есть, они в регионах именно не в Окленде высокие, в Окленде 20% там первый взнос будет, допустим, а в регионах может быть и 5% первый взнос, но именно цена сама может быть там около миллиона, то есть, это в любом случае будет очень много. Миллион за квартиру, трехкомнатную квартиру или за что? Допустим, здесь как бы в основном дома, не квартиры, и да, если вы хотите дом с тремя спальни, то есть, у них здесь именно трехкомнатная, это считается вот три спальни и гостиная, допустим, то да, в среднем, в принципе, за хорошего качества дом будет, ну, я бы сказала, от миллиона, потому что можно купить до миллиона, но это будет какой-нибудь очень старый дом, которым вам еще придется потом делать ремонт, тоже там, я не знаю, насколько много тысяч, то есть, как бы, если вы хотите новый, то это будет, да, от миллиона и выше, и зависит там тоже, опять же, от локации. И то же самое с арендой, то есть, когда аренда, здесь меняются каждый год очень правила по поводу поддержания, как бы, владельцами домов порядка и каких-то стандартов жилищных, то есть, там, утеплять дома, не утеплять, ставить обязательно какие-то обогрев, потому что здесь нету центрального отопления, и, то есть, само собой, они поднимают цену на аренду каждый год, и из-за этого тоже очень многие, как бы, живут и там по полжизни, а то и всю жизнь живут именно с кем-то, они, то есть, даже если кто-то покупает дом, допустим, они потом туда сразу вселяют каких-нибудь посторонних людей, сдают им, потому что, ну, очень, как бы, с этим, в этом плане тяжело. И по ценам, наверное, все-таки вот продукты, тоже я сколько слышу сравнений, даже сравню с той же Австралией, что продукты в Новой Зеландии все-таки очень дорогие. То есть, я в Австралии была там мельком проездом, поэтому я не могу там особо сильно судить, но кто вот, у меня и знакомых был, да, все говорят, что продукты, вот даже та же мясо, молочка, там, фрукты, овощи в Австралии намного дешевле, чем здесь, при том, что здесь, как бы, свое, вся молочка своя, мясо свое, производство, но они, как бы, цены большие делают, и они это оправдывают тем, что, ну, как бы, цены должны внутри страны быть такими же, как цены на экспорт, то есть, они не могут их ниже сделать, следовательно, цена... Я хотел вернуться к жилью, потом опять перейдем к продуктам, вот ты говоришь, вселяют к себе людей, то есть, какой-то первый этаж сдают, да, допустим, а второй сами живут, или как? Да, то есть, комнату, обычно здесь вот комната сдается, то есть, часто такое есть, что вот дается комната, в ней там кровать, может быть, там стол какой-то, для учебы, допустим, в основном, как бы, на студентов рассчитываются, потом есть такие дома, в которых, да, они могут сдавать целый этаж, то есть, они будут делать, как такое, как типа дюплекса, то есть, они сами будут жить на одном этаже, внизу там, допустим, а вверху они сдают, или наоборот. Есть такие дома, в которых именно конкретно у них есть такая пристройка, или, как, ну, это они называют, это задний домик, да, то есть, они будут жить в основном доме хозяева, и есть у них маленький домик там за домом допустим и они его вот сдают тоже то есть это может быть абсолютно полностью как бы self-contained дом в котором будет там своя кухня ванная все и они даже то есть не будут пересекаться с хозяевами это как бы зависит и очень еще распространено именно сдавать basement то есть это вот этаж который его то есть и первым этажом не назовешь и подвалом не назовешь то есть вот он такой между между внизу просто дома получается тоже такой популярный вариант а сколько стоит снять комнату и сколько стоит снять целиком дом ну вот скажи допустим вот снимать дом трехкомнатный мы снимаем трехкомнатный дом в центре у нас принципе у нас прям центральный хороший район у нас мы платим 750 местных это в неделю то есть здесь все в неделю оплата здесь всегда в неделю не по месяцам после мы платим 750 в неделю это считается ну так достаточно дорого для примера допустим снять апартамент студию в городе в центре я бы сказала что это на данный момент будет наверное от 450 в неделю это от то есть ну и при этом вот эта студия комната будет опять же она будет как коробка очень маленькая если у вас еще есть машина то вам придется дополнительно снимать парковку платить за парковку тоже там в неделю потому что в основном все эти студии они где-то в городе будут то есть почему ну вот почему люди все-таки даже если снимают комнату они будут как-то стараться где там лучше с кем-то наверное если мне принципиально в центре жить то есть если у них нет учебы какой-то в центре или что-то что их держит и у них есть допустим машина они будут стараться лучше дом снимает с кем-то то есть комнату комната в доме если вы допустим снимаете у какой-то семьи она кстати может стоить от 250 в неделю то есть где-то так но если вы вот именно в центре снимаете конкретно вас будет квартира студия то там до от 450 начинаются цены но когда снимаешь где-то с домом опять же там есть парковка то есть не надо чаще всего вам не надо будет платить еще отдельно за парковку вас либо будет возле дома вам разрешат прямо парковаться либо будет гараж либо прямо вдоль дороги то есть бесплатно спокойно паркуйтесь в центре такой роскоши нет центре там прям все застроено все заставлено парковку нужно отдельно процент какой по ипотеке ты говоришь первый взнос например 20 процентов а потом процент какой в год потом то зависит я так понимаю что тоже опять же от условий и от региона насколько я знаю что потом процент дальше он низкий можно просто там допустим по 5 процентов платить но ипотеки здесь растягивают на в основном вот люди моего возраста допустим кто берет ипотеку у них ипотека будет лет на 30 то есть что люди здесь не ну то есть как бы процент большой это не платишь но при этом ты платишь очень долго и ну как бы на здесь никто об этом не заморачивается здесь никто не спешит то есть нету такого что вы быстрее бы выплатить ипотеку то есть ну взяли на 30 лет и взяли и как бы обычно все радуются что ну все у меня хотя бы есть там часть своего жилья ну да и не задумывается что потом этот дом будет в два раза больше стоить как через 30 лет за счет процентов есть есть тоже такой момент в том что очень многие дома ну они так как у нас цены да они действительно на дома растут каждый год и причем каждый год нам говорят цены на недвижимость бьют рекорды и то есть это и она каждый год продолжает бить этот рекорд и то есть очень много людей кстати как раз таки стали вот это и проделывать они покупают дом даже если они его купили в ипотеку они потом видят если он вырос в цене очень сильно допустим район этот раз был какой-то то есть так как окон особенно сейчас застраивается очень быстро и то есть то что раньше какие-то районы считались отдаленными районами окланда они сейчас в принципе довольно таки близко к центру могут считаться что все растет застраивается и как бы эти дома раз и взлетают в цене и люди могут да просто даже если у них еще ипотека они все равно этому можно продать если они продают более выгодно там могут чуть ли не в полтора раза продать сделать денег больше с этого и потом покупать себе другое жилье то есть как бы есть и такое продал продолжаем я теперь вернусь к продуктам вот ты сказала продукты дорогие но вот сколько стоит килограмм мяса хлеб допустим самые сны продукты молоко так молоко стоит допустим за двухлитровые двухлитровую бутылку молока стоит в основном где-то в районе четырех долларов я бы сказала такой средний четырех местных долларов мясо ну вот мясо да здесь мясо в такое самое дорогое допустим полкило курицы все скажу ну будет я думаю баксов от 15 15-20 то есть зависит бренд там допустим органическая неорганическая хлеб в хлеб в принципе здесь можно купить без проблем там начиная от доллара то есть это зависит какой вы хлеб хотите с хлебом здесь в принципе до проблем нет на любой выбор но вот здесь в основном до молочка мясо дорогое и овощи фрукты здесь именно нужно брать сезонные то сезонные ты пойдешь там если допустим в супермаркете эти в супермаркетах но я думаю везде так во всем мире устроена что супермаркетах фрукты овощи брать в принципе не выгодно она все дороже и не того качества в основном люди ходят если на фруктовые всякие рынки и магазины то там можно допустим купить если сезон то допустим сезон киви фруктов ты можешь купить прямо сумку целый пакет тех фруктов где там их будет штук наверное 8 10 можно купить вообще там члене за 30 центов то есть это если сезон допустим зима сейчас у нас помидоры у нас сейчас стоят там за килограмм помидоров будет ну там я не знаю баксов 10 допустим это дорого считается как бы здесь просто там допустим когда сезон опять же ты тоже там их за копейки покупаешь за 2 доллара допустим разброс цен такой надо следить но в основном мясо и молочка они остаются всегда весь год стабиль ну как бы не дешевле не дороже но как бы не стоят они то есть при том что и и очень многие люди просто приезжают сюда и думают что вот здесь они сами производят молочку свое мясо рыба то же самое то есть рыба здесь вся своя которая здесь ловится никакая не импортированная и она все очень дорогое то есть как бы люди надеются что она будет дешевле но приезжают и разочаровываются что цены на самом деле кусачьи ну вот вот я говорю что непонятно почему странно да у казалось бы там мясо и молоко луга ну вот в сознании обывателя что новозеландии то природа луга пасутся коровы барашки и должно быть дешевле странно интересно очень да ну вот каждый раз когда мы спрашивали про это у кого-нибудь я вот постоянно слышу вот именно вот эту теорию то что цена внутри страны должна соответствовать цене на экспорт то есть так как новозеландия отдаленная страна и экспорт стоит дорого то есть они отправляют когда куда-то даже в ту же россию сколько мясо да там вот масло всякое идет и она то есть дорогое и я так понимаю что они вот стараются почему-то эту цену держать наравне то есть они не могут внутри страны сделать это дешевле я тоже как бы в экономике не совсем сильно поэтому я не прям логику это чувство но видимо так на следующий вопрос а что с погодой вообще ты сказала сейчас зима что-то как как вообще погода в окланде сейчас зима у нас все скажу сегодня вот сейчас смотрю показывает 13 градусов у нас наружу на улице снега нету в окланде в принципе снега особо не бывает у нас ну вот мне кажется за 12 лет что эти живу я здесь снег чтобы шел в окланде видела дважды это было чудо из чудес то есть люди тут выходят сразу на улицу причем с зонтиками почему-то начинают ходить вот этот радоваться прям снимать то есть для них снег это вот прям чудо такое вот именно конкретно в окланде то есть окландская зима это вот температура до я бы сказал между 9 и там 13 градусами днем это вот сейчас июль середина самый разгар по идее зимы и дожди в основном дожди то есть вот сегодня солнце это очень даже нам повезло потому что обычно июль месяц это вот уже весь он затянут полностью дождями как бы и холодно именно дома то есть у них потому что нету центрального отопления зима чувствуется очень сильно именно дома то есть как бы на улице ты выходишь ну понятно холодно да хотя бывает иногда что сбивает вот это столько ты смотришь в окно там солнце все зеленое все цветет цветы везде но ты выходишь и очень так чувство что здесь влажность большая то здесь даже вот 13 градусов казалось бы надо надо мной до смеются у меня родители магадане сидя они говорят ну 13 градусов и ты жалусь что холодно это конечно вообще очень интересно казалось нет отопления а как газ газовое отопление нет доме что ли отопление вот отопление то есть каждый в основном ставить себе сам и в основном в домах особенно если снимаешь стоят вот эти ну как вот кондиционеры до которые ты либо на теплый воздух либо на холодный ставишь то есть раньше это и это сейчас только потому что получается вышел закон вот недавно буквально что каждый дом обязан иметь вот такой вот обогреватель то есть обогрев климат-контроль получается раньше такого когда закона обязательного не было дома просто это ну ужас то есть никакого вообще нет в основном в отопление все на вот этих вот ты сам покупаешь себе обогреватель там какой-нибудь вот газовый там маленький масляный и отапливаешь себя сам то есть получается и в основном зимой все конечно головная боль самая основная у всех это обогрев дома и счета за электричество соответствующие сколько сколько надо платить за электричество у нас допустим доходил счет я помню именно когда все уже все эти обогреватель используешь там допустим да у нас даже как-то доходил до 300 долларов в месяц счет это были мы в двухкомнатной квартире то есть это был у нас маленький дом совсем тогда и дают у нас 300 баксов допустим было в месяц но это очень дорого и как поэтому люди многие вот местные то есть это мы русские все равно мы мы привыкли мы будем платить эти там 300 баксов это дорого но ты будешь как бы хочешь комфорта да получается а вот местные кстати они наоборот они к этому предназначены по-другому они просто оденут на себя кучу слоев одежды будут по дому чуть ли не там но они действительно в куртках могут шапках ходить по дому и спать под там пятью одеялами но они не будут столько денег платить за электричество они не будут использовать эти обогреватели постоянно то есть вот у меня кстати вот это было помню такое удивление когда первые разы начала там к друзьям своим местным ходить в дома и я посмотрела что дается посмотрю они не пользуются то есть обогревателем так как мы мы вот приходим домой сразу же включили все мне надо чтобы дома я могла ходить там футболки комфортно то есть не надо было чтобы одевать кучу слоев на себя а вот местные они по-другому газового отопления вообще нету ни в каких домах газовое отопление я так понимаю что есть в каких-то определенную по моему кстати даже это не газовая будет она какой-то то есть внутри дома то есть она она не будет по всему району допустим или по всему городу это каждый себе сам как-то ставит но в основном у них не газовая у них будет отопление именно вот многие сейчас ставят себя как получается вентиляционное такое которая по дому идет там вот в стенах в крышу и но это уже каждый сам себе ставит если вот кто свой дом покупает они ставят себе но такого чтобы по всей стране было как бы общее отопление здесь нету поэтому у меня здесь в принципе даже это была еще большая причина которая здесь сестре маме не понравилось потому что они сказали ну блин ну холодно но зимой действительно очень здесь неприятно а летом жарко летом хорошо летом жарко летом получается сколько в околанде допустим до 27 доходит жара но при том что здесь влажность почти стопроцентная поэтому здесь и зимой собственно этой ощущается намного холоднее и в 27 градусов я бы сказал в окна для ощущается для меня как вот когда я в россию куда-нибудь в южную часть россии приезжают там 35 градусов вот для меня 27 это прям невыносимая жара в окланде это зависит от региона в южном опять на южном острове новой зеландии там все по-другому то есть там и зимой снег лежит там холодно мороз там минусовая температура бывает при этом у них кстати тоже нету там прям обязательного отопления но у них каждый дом в каждом доме есть камин печка какая-то то есть отапливают они прям так конкретно но и лето у них то что с них перепады идут и летом у них там 30 с лишним будет градусов жары но при этом у них не про не будут прогреваться вот озера которые в новой зеландии то есть в них особо сильно не покупать но люди купаются но вот озера они прям холодный и морях здесь холодная то есть я здесь купаюсь именно летом не очень часто потому что мне хорошо понял расскажи пожалуйста о детях немножко вот садики платные бесплатные школы с какого года в школу идут садики есть государственные они начинаются с трех лет то есть вот вот эти садики которые конкретно они называются kindergarten вот они бесплатные а государственные и туда можно попасть с трех лет и до пяти то есть до школы вот но они очень большие то есть там как бы большие группы они в принципе да уже ближе к нашим садиком русским но все равно у них здесь действует правило на на каждых пять детей должен быть а вот один воспитатель то есть если у них группе 20 детей следовательно это будет четыре воспитатель не не как у допустим в россии домой привыкли нас один воспитали на 20 человек здесь вот свои стандарты это прям у них прописано в законе то есть вот эти садики это бесплатные потом в основном очень популярны садики конечно которые платные потому что сейчас здесь такая большая конкуренция частных садиков много какие-то предоставляют там допустим мантессори стиль есть какие-то садики при церкви есть садики при школах то есть и сады в принципе начинают принимать детей с трех месяцев вот то есть у меня ребенок который ходит садик ее садик с трех месяцев то есть у них много разных групп и вот есть группа для лялек со всем которые вот с такими младенцами там работают но вот наш садик платный и у них оплата то есть вот мы ходим сколько мы ходим 4 раза в неделю на полный день у нас ходят и мы платим 200 долларов в неделю местных то есть до трех лет бесплатных садиков нет до трех лет надо платить вот без до трех лет бесплатных садиков нет да при этом декрет здесь допустим вот так чтобы понимать такую логику нелогичную оплачивается именно декрет здесь первый только шесть месяцев и то это только оплачиваются государством, если вы проработали на своей работе перед уходом в декрет более 6 месяцев, а то лучше, по-моему, даже более года. То есть, если вы менее года проработали, но как минимум 6 месяцев, то вам платят, по-моему, чуть меньше, а если вы хотите на максимум от этого рассчитывать, от выплат, то вы как минимум должны год проработать. После 6 месяцев вам платят там 60 долларов в неделю до того, как ребенок, ему исполнится год. После того, как ребенку год исполняется, все уже, то есть, как бы государство не поддерживает, там особо не платят выплаты, и работодатель может за вами уже не держать даже ваше место. То есть, по закону работодатель обязан держать за вами место, пока вы в декрете, до 1 года, а после года все, то есть, как бы вам уже не будет кто-то гарантировать. Поэтому здесь очень много, я думаю, садиков, которые вот так вот, там, с 3-5 месяцев принимают детей, потому что очень много все-таки мам, в зависимости от профессии, выходят рано на работу, но при этом здесь также, здесь как бы есть такие крайности, при этом очень много распространено и мам, которые, то есть, здесь дети, детей заводят после 30 уже, ну, то есть, там, допустим, по нашему даже русским меркам, может быть, как-то даже поздновато, но по местным это все считается нормально, то есть, они как бы после 30 заводят, и сразу нескольких детей, то есть, они буквально там погодки у них будет, трое детей, чтобы мама спокойно просто сидела дома до тех пор, пока вот, там, 3 года исполняется первому ребенку, он пошел в садик бесплатный, то есть, и потом следующий, то есть, как бы, есть тоже такая вот логика. И плюс, когда больше детей ходят в садик и там в школы, то предоставляют уже тогда скидки, какие-то льготы государства. Расскажи еще про медицину. Так, медицина здесь, получается, для детей до 18 лет бесплатная будет, по-моему, стоматологи, единственное, стоматологи будут бесплатны до 14 лет, насколько я помню сейчас, и то это не на все, то есть, стоматолог на какой-то опрос, там, просто проверка, допустим, снимок, это будет бесплатно, но я так понимаю, что если вам нужен прям именно ребенку даже какое-то лечение конкретное, то это уже будет, да, оплата, и причем страховка здесь в основном не покрывает стоматологов, но я думаю, что это, в принципе, не только здесь, это много где. Стоматология дорогая, да, она, конечно, не входит в страховку, но медицина именно как таковая, допустим, вот для взрослых, здесь есть GP, то есть, это General Practitioner, это, получается, терапевт по-русски, который пока, вот ты должен сначала к нему попасть, и потом только если он решит, что тебе нужно к какому-нибудь определенному специалисту, он даст направление, тогда вы туда попадете, то есть, но изначально с чем будет, там, я не знаю, голова болит, нога, ты приходишь к терапевту, он смотрит, он там сам все выписывает, и цены, значит, то есть, если вы в стране по визе, то есть, на визе на какой-либо, то вы будете платить за каждый прием очень намного дороже, то есть, вы можете там платить, я не знаю, чуть ли не 80 баксов просто за то, чтобы вас посмотрели и вам, допустим, какой-то парацетамол выписали. Если у вас виза от двух лет и выше, то есть, и там уже резидентство, допустим, вид на жительство, то тогда вы можете зарегистрироваться, допустим, в клинике, и у вас будет свой регулярный терапевт, и у вас будет цена ниже. Цены варьируются, насколько я слышала, самую низкую цену за прием, это будет где-то, наверное, то есть, вот, есть цены такие, как 5 баксов, допустим, за прием, но я это, если честно, своими глазами не видела, но я так понимаю, что это где-то зависит от районов, и опять же, если у вас есть какие-то скидки, то есть, от вашей работы, работодатели очень часто могут давать какие-то льготы на врачей, то есть, да, то есть, у кого-то начинается от 5 баксов, допустим, за прием, мой врач стоит для сравнения 50 долларов за прием, это при том, что, да, как бы я уже там зарегистрированный пациент, все, ну, то есть, как бы, зависит от района, от врача, я думаю, что есть и выше цены, даже для тех, кто уже, ну, то есть, но при этом эти цены, ты идешь на прием, здесь не такая страховка, как в основном, там, допустим, я слышала, не знаю, это точно или нет, в Америке и даже в Австралии есть, то есть, что ты приходишь, да, и у тебя страховка, они сразу как-то с этой страховкой работают, и ты там только часть платишь, а здесь в основном страховка именно вот при походе к терапевту, что ты должен заплатить сначала сам, и потом уже ты посылаешь им, как бы, заявку в свою страховую компанию, и они тебе выплачивают то, что они покрывают, то есть, как бы, сначала ты должен приготовиться к тому, что у тебя вот есть деньги, чтобы ты сам заплатил, но при этом, если у тебя какие-то производственные, допустим, травмы, или там травмы спортивные какая-то, где-то упал с лестницы, здесь есть компания ACC, которая покрывает именно вот такие вот физические травмы, accidents, и они, да, они покрывают прям сразу, то есть, вот, для примера, я занималась с танцами, у меня было сильное растяжение бедра, как бы, травма, она не связана ни с работой моей, ни с чем, но вот я при этом пришла к самотерапевту, она мне сказала, нет, тебя эта компания ACC все равно они покроют, потому что это такое травмоопасное происшествие, и да, и просто ты приходишь уже потом дальше к физиотерапевту, и они тебе назначают лечение, как бы, уже у тебя оплачено этой компанией, ты ничего не платишь, и то же самое, если, допустим, нужна какая-то, какая-то операция, или, допустим, какие-нибудь снимки, УЗИ определенные, которые очень, то есть, если вы не, допустим, беременность здесь бесплатно ведется для всех, у кого там, у кого есть вид на жительство, то есть, УЗИ, только часть ты их платишь, а остальное, как бы, в основном все УЗИ бесплатные, но если тебе нужно УЗИ, вот, просто ты хочешь УЗИ сделать чего-нибудь, оно будет стоить там от 300 долларов, и, как бы, тут уже зависит от вашего, вашей компании именно страховой, то есть, какие-то компании работают напрямую с врачами, и они, да, ты придешь, и они сразу, вас не будут даже деньги спрашивать, то есть, как бы, они это все зачаржат уже у компании. У меня, допустим, страховая компания, потому что она частная, и она от моего работодателя, мне нужно каждый раз, то есть, как бы, самой сначала платить, допустим, эти те же 300 баксов, и потом уже писать заявление в эту страховую, и они, как бы, мне покроют, вышлет их обратно, эти 300 же баксов. Ну, то есть, как бы, медицина здесь тоже такая, можно сказать, ну, не бесплатная, но для детей, с детьми удобно. Окей. Еще буквально два вопроса, чтобы мы в час уложились. Что касается безопасности, есть ли бедные районы, насколько много убийств, вот это? По безопасности, ну, вот про убийства, я так, не могу сказать конкретных каких-то статистик, потому что, да, тут, как бы, это не смотрю, но в новостях мелькают, конечно, есть, да, там какие-то то, где-то там кого-то застрелили, я не знаю, но это в основном будет, да, очень где-то далеко, в каких-нибудь маленьких районах, бедные районы есть, да, как бы, несомненно, как и везде, ну, а кто живет в бедных районах, темнокожее население или кто? Да, в таких районах будет в основном население, как бы, которые коренные люди здесь, то есть здесь есть коренное население, Маори, а есть еще очень много приезжих, вот именно с островов, с островных всяких государств Тонго, вот, они считаются, вот, Пасифика, и, да, вот они, как бы, считаются не совсем благополучными, то есть они постоянно на льготах на каких-то будут, и они, вот, как бы, часто живут в таких районах, где им там предоставляют специальное жилье, и у них, да, может быть, неспокойно. Как бы, я сама сталкивалась с такими, какой-то такой агрессией с именно стороны таких, такого населения, такой части. Пару раз было у меня, там у меня подружка сталкивалась однажды даже с физическим, так сказать, происшествием, но государство здесь реагирует на это довольно-таки, ну, как бы, они стараются это все... То есть, как бы, если на тебя кто-то где-то напал, ты идешь сразу в полицию, они, в принципе, сразу, в основном, как бы, могут с этим разобраться и пойти, как бы, найти их очень быстро. Но, да, ну, как бы, вот убийства, я слышу, да, какие-то здесь происходят где-то, но вот в основном вне Окленда. То есть в Окленде могут быть какие-то, да, грабежи, там, мелкие такие по мелочи, но в основном безопасность здесь, ну, я вот могу охарактеризовать так, они, конечно, говорят здесь, что не оставляйте там свои, допустим, машину открытые и так далее, но для меня здесь, как бы, я много-то идешь, даже вот на парковке проходишь мимо, там, машины будут окна приоткрыты, там, то есть, как бы, пожалуйста, никто не заморачивается. Дверь здесь в домах, например, для меня было, это шок, когда я только сюда, первый раз именно переехала в дом из квартиры, когда, то есть, жила в квартире сначала в центре, а потом переехала в дом. И, ну, мы привыкли у нас в России, да, там, если дверь, то такая конкретная дверь, даже двойная будет там, я не знаю, а здесь просто обычная дверь, там, как бы, на обычном ключевом замочке, там, цепочка может быть внутри, не знаю, дверь может быть со стеклом каким-нибудь, которое легко выбить, если тебе надо, и, ну, как бы, залезть. Но, да, люди, как бы, все равно доверяют. То есть, да, ты стараешься там закрывать окна, но у нас было, кстати, скажу честно, за вот эти годы было такое, что, там, в гараж кто-то пролезал, там, велосипед угнали или еще что-нибудь такое. Ну, то есть, такое тоже здесь есть, да, вот эти мелкие всякие грабежи, они, я думаю, без них нет, но это, да, зависит от района тоже. Хорошо, понял. Ага, два вопроса последних. Назови, пожалуйста, пять мест в Новозеландии, которые нужно обязательно посетить туристу. Так, мои топ-5 мест, ну, я бы сказала, что Кассидрел Ков, это, получается, это место, где снимали Хроники Нарнии, если кто фанат, это очень классное место, оно находится на полуострове Карамандл, то есть, это вот северный остров Новозеландии. Я считаю, что его обязательно посетить, потому что там очень красиво, там атмосфера, ну, невероятная. Потом Квинстаун, город на южном острове Новозеландии, потому что это, ну, действительно, его называют как маленькая Швейцария, потому что, ну, действительно, очень красиво, там с видами на горы. Это курортный город, в котором развлечения, особенно если вы любите вот экстремальные виды спорта, то есть, там вам сноуборд, лыжи, водные всякие там джет-лодки и так далее, плюс, если вы любите горячие спа какие-нибудь с видом на снежные горы, пожалуйста, вам туда, это тоже. Милфорд Саунд, это тоже на самом юге, получается, страны от Квинстауна, это фьорды, там очень красиво, но я считаю, что фьорды вообще, в принципе, если вы куда-либо в любую точку мира ездите, где есть фьорды, их нужно обязательно посмотреть, то есть, потом это так, это уже три места. Ротароа, я считаю, что это город термальный, это, то есть, термальный такой район, Ротароа и Таупа, я объединила бы их вот в одно, потому что это, ну, как бы термальный такое, термальная столица Новой Зеландии, то есть, там много всяких гейзеров, каких-то вот этих минеральных источников, опять же, там туда едут именно расслабляться, там всякие спа, грязевые можно, то есть, ну, это и интересно, то есть, там просто вот туда приезжаешь, и ароматы, конечно, незабываемые. И, ну, я считаю, что на север Новой Зеландии, на самый-самый север, это тоже нужно ехать, там есть, во-первых, самая северная точка Новой Зеландии, это маяк Каперейнга называется, то есть, это место, где стоит маяк, где видно, встречается океан тихий с Тасманским морем, то есть, там вот эту границу видно, и плюс там есть просто на самом севере страны все самые, наверное, лучшие пляжи, то есть, они большие, там тепло, там есть 90-мильный пляж, который для серферов, то есть, если вы серфер, вы экстремал, то вам туда, там очень красиво, если вы любите купаться, то, опять же, на севере страны, но на другой, как бы, если серферские все будут слева, это будет западная часть страны, то на востоке все такие пляжи, на которых именно купаться, там спокойно, там волны, там будет теплая вода, то есть, вот, где-то, да, такие топ-5 мест моих. Хорошо, подытожим, давай как-то немножко прорекламируем, может быть, твои социальные сети, чтобы могли подписаться, если ты не против, инстаграм или ютуб у тебя есть, может быть. Да, у меня есть инстаграм, если всем, кому интересно, я пишу про Новую Зеландию, пишу про вообще, в принципе, взаимоотношения с местными людьми, в частности, про жизнь с новозеландским мужем, какие в этом прелести есть, и не только, подписывайтесь на меня в инстаграме, я там mariahppymoments, там же я есть в фейсбуке, вконтакте, Маруся Степанова, так что, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!